Здравствуйте! Сегодня наша вторая передача, посвященная блатной песни в исполнении новосибирца Александра Заборского. Был такой советский композитор Валентин Яковлевич Кручинин, который умер в Москве в 1970 году. Он одним из первых начал писать первые советские массовые песни еще в 20-е годы. И самое первое про кирпичный завод, написанное в 23-м году, получило неожиданно нашумевшую и скандальную известность. Под названием «Кирпичики» стала знаменитой. Потом у этого плодовитого композитора были песни такого же качества. «Шахта номер три», «Манькин поселок», «Красный снайпер», «Стали мы державы морской» и другие. А кирпичики пошли гулять по свету в многочисленных вариантах и пародиях. И даже блатные взяли на вооружение эту мелодию. Послушайте ее у Александра Заборского. Попробуйте вспомнить. На окраине где-то города я в рабочей семье родилась. Горемычная лет 17 на кирпичный завод подалась. Да, это популярные в свое время кирпичики. И мы сейчас попробуем их сделать, но будут уже другие слова. Вот сейчас мне опять же маленько поможет дядя Слава. Покажите, пожалуйста. Будьте добры. Будьте добры. И по камешкам, по кирпичикам Песня льется у нас забылок. Из кино домой, с милой домою, возвращался барыда пешком. Друг из темного переулочка К ним навстречу твоя дорога идут. Разреши, баракок, папиросочку, не сочти это дело за труд. А на дамочке шубка беличья, Боротник у нее из бавара. А каковы, ну, лон, бар цигарчик свой, В нем без малого фунт серебра. Наклонитесь-ка на минуточку, Рашнурую я купельки слав. Дело сложное, но возможное, Рассчитаемся с вами мы в раз. Долго плакала эта дамочка, Утирая слезинки блатком, Как пойду домой, Грязь осеннюю, непроклядную ночь босиком. Вы по камешкам, по кирпичикам, Выбирайте, да где посушей, И давайте-ка, пока в памяти, Убирайтесь домой поскорее. И по камешкам, по кирпичикам, Песня льется у нас, забыл он. И с кино домой сценила льда мою, Возвращался в орля дышку. У блатной песни свои персонажи, Свои события, свой язык, Своя эстетика. Тюремно-лагерно-блатной жаргон Требует переводчика для простого смертного. Ну вот, к примеру, куплет одной из песен, Что так складно, по фене, То есть на жаргоне, Поет Александр Заборский. Ты распечатал срок, На зону воронок, Доставит под конвоем прямо к вахте. Метлу не распускай, Предзонник не конай, И не ищи кентов у красной масти. Ну, а теперь с помощью словарей Воровского языка, Есть, оказывается, и такие, Переведем на общедоступный русский. Перевод может быть только примерный, Потому что в воровском арго Многие слова имеют пять-шесть значений, Иногда даже очень далеких одно другого. Итак, ты распечатал срок, На зону воронок, Доставит под конвоем прямо к вахте. Язык не распускай, Не плачь. Из следственного изолятора, Где производится прием вновь поступивших осужденных, Не убегай. И не ищи друзей-приятелей Среди коммунистов и начальства. Ты распечатал срок, На зону воронок, Доставит под конвоем прямо к вахте. Металу не распускай, Предзвонник не канай, И не ищи кентов у красной масти. Металу не распускай, Предзвонник не канай, И не ищи кентов у красной масти. Пусть спашут мужики, Здоровье береги. Шефир горячий, Вот твое лекарство. Козел, если попрет, Мочи с носка в живот, Напомни, кум богатый на коварство. Козел, если попрет, Мочи с носка в живот, Напомни, кум богатый на коварство. И если есть просчет, На кичу он сведет, Нарочниками кормят голодовку. Цех вечно виноват, Прикажут ты наряд, Посадит в трюм на воду и селедку. Цех вечно виноват, Прикажут ты наряд, Посадит в трюм на воду и селедку. Ты выпустил не в масть, Рванул кому-то пасть, И вот опять ментовские сюжеты. Хозяин самодур Посадит тебя в бур, Мутий, шефиры, шлепай трафареты. Хозяин самодур Прикроет тебя в бур, Мутий, шефиры, шлепай трафареты. И вот на твой кичман Прикажет по мазану, Он нам теперь реказовал о такомах. Как песенки припев, К баланде подогрев, Колеса шмальма сутами салома. Как песенки припев, К баланде подогрев, Колеса шмальма сутами салома. А выйдет в зону вновь, Скорее греб готовь, Ведь в трюме хороша, А им там плохо. Ты их не забывай, Почаще засылай, Белишка, хаванину и бурёк. Ты их не забывай, Почаще засылай, Белишка, хаванину и бурёк. Дождался ты звонка, На волю рвать пора, Перед глазами Весь твой срок проходит. И если не козлил, Путёвым в зоне жил, На вахту вся братва тебя проводит. И если не козлил, Путёвым в зоне жил, На вахту вся братва тебя проводит. Наверное, всем интеллигентным культурным людям в нашей стране Известна ставшая крылатой строчка, Которая начинается с стихотворений Евгения Евтушенко. Интеллигенция поёт блатные песни. Много жды письменное и устно цитированное, И по-разному трактованное. Но, увы, дальше такого вот краткого цитирования Дело не идёт. И стихотворение это практически никто не знает. А было оно написано поэтом в 1958 году, Через пять лет после смерти Сталина, Как констатация исторической обстановки, Как констатация исторического факта русской культуры того времени. И самое интересное, что, кажется, ни в одном из сборников, Ни в одном из собраний сочинений поэта Это вовсе небольшое стихотворение никогда не печаталось. И было воспроизведено только один раз В крохотной тридцатистраничной книжечке со странным названием. Евгений Евтушенко, Компромисс, Компромиссович. Библиотека «Коркодила», 1978 год, номер 13. В контексте же нашего разговора о блатных песнях Оно для нас очень важно, Поэтому в нашей телепередаче мы опубликуем снова его полностью. И интеллигенция поет блатные песни. Поет она не песни красной пресни, Дает под водку и сухие вина, Про ту же мурку и проенту и раввина, Поют под шашлыки и под сосиски, Поют врачи, артисты и артистки, Поют в пахре писатели на даче, Поют геологи и атомщики даже, Поют как будто общий уговор у них, Или как будто все из уголовников. С тех пор, когда я был еще молоденький, Я не любил всегда фольклор-варья. И революционная мелодия, Мелодия ведущая моя. И я хочу без всякого расчета, Чтобы всегда олело высоко От революционной песни что-то В стихе простом и крепком, Как древко. Но интеллигенция-то запела блатные песни Гораздо раньше, задолго до того, Как это отметил Александр Александрович, Еще до его рождения. Наверное, первыми интеллигентами, Запевшими тоскливые, грустные, Блатные песни, были декабристы. Образованные дворяне, офицеры, Угодившие после 1825 года в Сибирь, В тюрьмы, ссылки на каторгу. Первые русские политкоторжане И политкоторжанки пели свои, Сочиненные ими песни. Других-то у них в заключении не было. Вот эти-то первые песни заключенных И стали, вероятно, предшественниками Сегодняшних блатных и лагерных песен. Можно с уверенностью сказать, Что так называемая блатная песня И не могла родиться в самых низших слоях, Но в средних, достаточно образованных, Развитых, интеллигентских. Ведь, чтобы составить такую песню, Нужно не только знание конкретики, Аксессуаров, быта, тюремной среды, То есть не только знание событий, так сказать, изнутри, Но и необходимы определенные Литературно-музыкальные умения, Интеллект И другой аргумент. Блатная песня, Как и острый политический анекдот, Это фольклор, В пику официозу возникший в народе. А думающая часть народа, Это все же представляется достаточно интеллигентная, Развитая, образованная его часть. Наверное, все поэты, как показывает история, Начинают с достаточно хулиганских стихов. Пушкин, Барков, Есенин, Маяковский, Высоцкий. Фамилии называют произвольно. И во все времена интеллигенция и сочиняла, И читала вслух скабрезные матерные стихи. И, конечно же, а как без этого распевала такие песни. Даже когда поэты вырастали из детских одежек, И уже понимали высоту своего роста, Мощь и влияние своего поэтического дара, Все равно изредка возвращались к своим истокам, И грешили, воспользуемся словами Владимира Высоцкого, Своей блатной стариной. До революции в России было немало профессиональных исполнителей, На эстраде песен тюрьмы, каторги и ссылки. Их концерты пользовались большим успехом. Потом, конечно же, все это было прикрыто большевиками. И второе концертное рождение блатная песня получила, Благодаря русским певцам-эмигрантам, Но уже за границей. 1920-30-е годы. НЭП. Новая экономическая политика. В эстрадном искусстве возврат к блатным хулиганским песням. Чаще их называли, маскируя, конечно, цыганскими песнями. У Александра Заборского тоже есть в репертуаре подобное. Давайте послушаем. Поехали. 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 В горы хулиганы Чистили карманы Шермы раздевали до кола Наглые бандиты Баркочкой резидной Потребляли мокрые дела И тысячи милитонов, боевых критонов Взяли на проверку каждый дом Часть арестовали, но по дереву встали Крабежи своим шли чередом Мур мозги поручил, как бы покороче Вытащить воров на белый сферу И тогда в предконы возланы шпионы Чтоб завоевать авторитет И за трудника Мура, кошки и векура Всех воров она светет в туман А Мура дали кличку, пусть лепит как птичка А где сесть решает, пусть сама А воровском предконе на балатном зарпоне Шел за жизнь балатную разговор А Муру уважали и даже почитали Так как с нею спал закон его Вскоре за бандой этой песня была спета А в конце концов гандалистом он А Мура же нету раздоройная петкура Шла внедряться в следующий предкон Все давно мы знаем и не забываем Как с нею расплатили за обман Передайте мурке в кожаной дуршурке Под которой спрятан был наган Еще раз передайте мурке в кожаной дуршурке Под которой спрятан был наган Известнейшие певцы того времени Кто в СССР, кто в эмиграции Репродуцировали их в своем репертуаре Константин Сокольский, Юрий Морфесси, Владимир Неплюев, Петр Лещенко, Леонид Утесов Песни эти в кругах официальных ревнителей советской культуры и народной нравственности Прямо скажем, почетом не пользовались и не пользуются Хотя, собственно, почему «Вдоль по Питерской» или «Светит месяц» — это народные А, скажем, «Мурка» или «Жил на подоле гоп со смыком» Или «С одесского кичмана бежали два уркана» — песни ненародные Я назвал здесь, что ни на есть, самые-самые известные из песенного ряда Ближе к нашему времени блатную песню запели Аркадий Северный Это псевдоним ленинградского певца Аркадия Звездина Ныне покойного, который умер в один год с Владимиром Высоцким Потом Виль Токарев и Михаил Шуфутинский Теперь уже давние представители русского песенного искусства на так называемом буржуазном Западе Другие ленинградские исполнители 60-х, первой половины 80-х годов Например, Виталий Крестовский, совсем недавно умерший И Николай Рязанов, или по-другому, Коля Жемчужный В эту обойму органично входит и раннее песенное творчество Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума Искусство, отвергаемое официальной советской культурой, назвали андеграундом А блатная песня тот же андеграунд Но почему отвергаемый, гонимый андеграунд столь популярен? Название книги Владимира Галактионовича Короленко «Дети подземелья» давно стало понятием более широким, обобщенным Дети подземелья – это нечто неблагополучное Более того, противоестественное человеческой природе Мы – дети земли, и мы не должны жить под землей, потому что там нет солнца, нет воздуха, простора, нет свободы Андеграунд – искусство детей подземелья То есть неблагополучных детей земли А потому их искусство по своему содержанию отнюдь не светлое, жизнерадостное, да и не может быть таким Их песни – это песни протеста А раз так, то советская цензура и так называемые компетентные органы Интересно, в чем и когда они были компетентны? Хотелось бы знать Не щадя сил своих и народных денег, они боролись с андеграундом в любых его проявлениях Будь то литература, музыка, живопись или кино В нашем светлом, социалистическом, почти уже коммунистическом обществе Не могло быть, по мнению правителей, гнусной соц. действительности, кою показывал нам андеграунд Добавим, показывал с большим риском для свободы и своей, и тех, кто слушал Все антиправительственное есть андеграунд Но нашим политическим верхам во все времена не хватало ума и знания психологии Все запрещенное и несправедливо гонимое тут же вызывало огромный интерес, сочувствие и поддержку в массах Примеров тому огромное количество А я только напомню историю борьбы не на жизнь, а на смерть, хотя бы самого Бориса Ельцина С теми самыми верхними коммунистами, в результате которой он, битый, гонимый, оболганный, едва не утопленный Вышел победителем, вопреки фантастическим усилиям придержащих Говорят, любая идея всегда имеет три этапа в своем развитии Первый этап – этого не может быть Второй этап – в этом что-то есть И третий этап – да иначе и быть не может Нужна адаптация человека, его мозга к новому, непонятному, неизвестному А на это, увы, надо время Поэтому слушайте сами внимательно Александра Заборского Разбирайтесь, соотносите со своим жизненным эстетическим опытом А это, господа, товарищи, песня про дачу А мы с женою как-то раз Без путевки на Кавказ Увы, кона, жда нас, человек Говорит, сдается дача Сразу дача, вот удача Раз! И дачу сняли Там не дача, а барак Все стоит на кое-как Лампы коридорчик освещали Упора в дом решил жестоко Лампы снять, утечка только Раз, и лампы сняли Упора в дом решил жестоко Лампы снять, утечка только Раз, и лампы сняли Я пократил много сил, ох, долго Деньги я копил И купил себе автомашину В то же ночь с моей машины Фары, свечи, даже шины Раз, и шины сняли В то же ночь с моей машины Фары, колпаки и шины Раз, и шины сняли А мы с вами рукой как-то раз Посетив Каба, Кавказ Суба отвращались темным перемолком А в дороге раздался холод с грубой Не шуметь, снимай-ка шубы Раз, и шубы сняли А в дороге раздался холод с грубой Не шуметь, снимай-ка шубы Раз, и шубы сняли Под лагоду, чтоб хоть раз Завернуть дома на Кавказ Чтобы вечно встретил на Багазале А чтоб кричал, сдается дача Да ну и пусть себе сдается Нахуй эта дача нам сдалась А чтоб кричал, сдается дача Да ну и пусть себе сдается За мяку эта дача нам сдалась Мне не раз доводилось встречать В разных газетах, журнальных статьях Такую мысль Дескать, песни тюрьмы, каторги и ссылки И так называемые блатные и лагерные песни Это жанр, это фольклор Присущий только России Только Союзу Советских Социалистических Республик Присущ только нашей стране Где всегда были политзаключенные Что будто бы в музыкальном фольклоре других стран Ничего подобного нет Я не могу в полной мере согласиться с этим тезисом Вся мировая история говорит о том Что во всех странах во все времена Всегда были угнетатели и угнетенные И те, кто делают такой вывод Пытаясь отдать нашей стране этот сомнительный приоритет Вряд ли столь блестяще знают историю Скажем, Бразилии, Испании, Англии, Германии Стран Африки и многих-многих других государств Очень сомневаюсь, чтобы вот эти наши специалисты Столь блестяще владеют языками всех тех народов Знают их историю, культуру, искусство Чтобы свободно перевести на русский язык И понять, о чем же там веками поют люди О чем же фольклор, то есть народное творчество В этих странах Думаю, что народные песни протеста Песни о свободе и несвободе Звучат на всех без исключения языках планеты И уж, конечно, не могли они не звучать В Южноафриканской республике И в хижине дяди Тома В Соединенных Штатах Америки Да, в силу исторических особенностей Развития нашей страны Зло, насилие здесь существовали Царили, правили столетия И в огромных масштабах С незапамятных времен От царя Ивана Грозного До Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Первых президентов СССР и России А потому все это, конечно же, не могло Не отразиться в искусстве нашей страны И стало фольклором, то есть продуктом Творчества народа Народа угнетаемого из поколения в поколение Протест против насилия Словесные издевательства русских шутов и скоморохов В частушках, песнях, представлениях Над правителями любого уровня Были ответом на физические издевательства правителей Над подвластными им людьми Началось все это в искусстве скоморохов Древней Руси А продолжилось через века Песнями и балладами русских бардов И так называемыми блатными песнями Жаль только, что славное русское слово Скоморох Заменилось теперь на иноземное бард А ведь скоморохи Это певцы-сатирики из народа Это те, кто сочиняли о народе О жизни народа И пели для народа Главное в искусстве скоморохов Было отнюдь не развлечение людей А сатирико-обличительный запал Обличение властей придержащих Это была, говоря с сегодняшним политическим языком Оппозиция из народа В наше время песенную сатирическую линию Продолжает творчество Акуджавы, Галича, Высоцкого И других бесчисленных бардов Спахавших и перепахивающих И сегодня безбрежное, бесконечное поле сатиры Названное здесь фамилии только вершины бардовского искусства Итак, если какое-то явление Или некий факт культуры существует Достаточно долгое время То делать вид, что этого нет в природе Или более того, запрещать все разговоры о нем Что только и делали коммунисты все 70-е лет Советской власти смешно и нелепо И не приносит пользы культуре, искусству страны Мировой культуре Любое проявление человеческой культуры необходимо изучать Именно этим и занимаются археологи всего мира Именно так поступают сегодня специальные комиссии Представители ЮНЕСКО Которые несколько лет уже собирают Систематизируют Изучают российский фольклор Блатную песню И только снова Как пел Владимир Высоцкий Пророков нет В отечестве своем Я всю Россию прошагал Шала Монага был, притонов спал Попал в родишки в лагеря А мне плевать А мне плевать на белый свет Ведь до звонка мне скидки нет А значит век мне свободы не видать А мне плевать на белый свет Ведь до звонка мне скидки нет А значит век мне свободы не видать А значит век мне свободы не видать Меня не купишь закалач И никакой не будет стукач А значит век мне нет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok